Приветствую вас! Вы, конечно, простите, но насколько странно выглядят ваши слова по поводу молодого человека. Я не думаю, что у него, скажем так, депрессивное состояние, ну вот, которое у него имеет место быть, обязательно он приведёт к депрессии. Вот. Я так не думаю. Но, если он склонен к этому состоянию, как вы сами говорите, то здесь нужно обращать внимание именно на его склонность к этому состоянию. Именно на его склонность к этому состоянию. Именно она является определяющим. То есть человеку нужна помощь. В этом. В том, чтобы, значит, ну, выявить причины своей склонности к депрессивному состоянию. Вот. И, соответственно, не поддаваться ему. Этому самому чувству. Вот. А, то есть тут дело даже вот не в черепашке, да? Как таковой. Вот. Поэтому лучше будет, если вы порекомендуете ему обратиться, например, к психологу, да? Хотя бы здесь на ресурсе. Для того, чтобы мы уже могли помочь вашему молодому человеку. Вот. Не поддать в это состояние. Быть к нему более устойчивым, возможно. Вот. И, значит, значит, решить свои внутренние проблемы и противоречия, которые у него есть. Возможно. Вот. Что касается черепашки, то ее смерти, то вы же понимаете, что дело все совсем не в ней конкретно, да? Дело здесь в другом. Дело в памяти, я так думаю, о бывшей девушке его. Ага. Которую он, ну, может быть, до сих пор не может забыть, может быть, все что-то. Да. И здесь у меня вопрос, конечно, к вам. Как вы относитесь к тому, что у него вот такая память, ну, вот, ну, к ней, что он так вот хранит ее, ее как бы, ну, память этого хранит. И так далее. Если дело не в памяти, да? То есть, если дело не в памяти, а просто в том, что он, ну, был питомец, как бы, и он, ну, его ниво не стало, вот. То, а здесь, пожалуй, важным моментом является именно смерть питомца, да? То есть, из-за чего он погиб. Вот, например, пришла, ну, пришла, допустим, допустим, время, а, значит, ему и так далее. Или это был какой-то несчастный случай, например. То есть, тут вот, конечно, нужно определить, тут, конечно, вот, нужно решить эти моменты. Потому что, если питомец погибает в результате естественной смерти, да? То, тут вопрос стоит о том, что человек теряет. То, что он переживает от того, что он... Больше нет, а, значит, черепашки. Но ведь она, например, умерла, потому что ей пришло время, и, соответственно, получается, что человек кто-то для тебя потерял. Поэтому здесь нужно смотреть именно на то, что конкретно человек потерял. Да. Вот. И, соответственно, ему уже это предоставить. Вот. Так что... Это точно вы реально по факту можете сделать. На мой взгляд, для него, для него это чуть ли не единственное. Вот. Ну и просто быть рядом. И, соответственно, отслеживать настроение человека. Потому что... по-другому вы его никак не поддержите в силу, в силу, опять же, того, что это его путь. Человека, его горе. И... Пройти нужно это ему самому. А если вы будете ему помогать, то... Вы затормозите этот путь, который он должен пройти сам. И в итоге... Человеку в итоге будет только тяжелее. Чего, я думаю, вы не хотели бы. Для него. Все. Ну, все. Вот, в принципе, наверное, так можно ответить на ваш вопрос. Ну, вы для себя... Сами... Подумайте, вот... Ммм... Человек... Который... Скажем так... Склонен к депрессии. Кхм... Насколько вас... Кхм... Устраивает. Насколько... Вам вот... Хочется быть... Ну... С ним. Вот. Принимаете ли вы его... Таким, да? Вот какой он есть. Или все-таки вас... Эм... Тягостит. Эм... То, что он... Вот... Так, может быть, понимать. Потому что, сегодня это... Черепашка. Из-за чего он... Там... Сегодня это... Черепашка. Эм... Завтра это... Может быть, что-то еще. Послезавтра это... Может быть... Эм... Воспоминания о... Там... Эм... Эм... Ну... От своей девочки. Да... И... И так далее. То есть, как бы... Это вот... Такие аспекты... Эм... Все... Которые... Ну... На мой взгляд... Эм... Необходимо разбирать. Вот... И... Которые необходимо рассматривать. Ну... Просто... Чтобы... Вам... Например... Тоже... Отношения, да... В которых, вот, вы... Находитесь сейчас. Чтобы они были... Допустим... Ну... Не напряг, да... Что они... Вас не напрягали... За... Отношения... Это очень... Важная история... На мой взгляд... На мой... Именно на мой взгляд, повторю. Вот... И... Соответственно... Соответственно... Именно на эти... Аспекты я... Предлагаю вам обратить... Обратить... Свое... Свое внимание. Самое пристальное внимание. На этом все... В принципе... Если у вас остались... Вопросы... Дополнительные... Вы можете... Задать мне их... В личку... Я буду рад... Вам помочь... Ага... С любым вопросом... Обращать... Помогу... Вот... А... Молодого человека... Вашего... Можно будет поддержать... Вот... При... Ну... При его и вашем желании... Конечно... Конечно же... Я желаю вам всего самого доброго и удачи... Если вам понравилась моя дверь... Буду благодарен... Если... Сделаете его лучше... Лучше...